С минуты молчания начали штаб по комплексному развитию региона. Чиновники почтили память погибших в терактах в Севастополе, Крыму и Дагестане. Всех жителей Ульяновской области приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. От печальной новости перешли к актуальной. 28 июня в регионе пройдут школьные выпускные. Более 12 тысяч девятиклассников и 4 тысячи одиннадцатиклассников покидают стены любимых школ. Министерство просвещения совместно с правоохранителями и главами муниципалитетов особое внимание уделят обеспечению безопасности в этот день. К концу подошла первая лагерная смена. Она прошла без происшествий, вспышек инфекционных и иных заболеваний. Более 31 тысячи детей уже успели отдохнуть в лагерях различного типа. По программам 162 тематических и профильных смены. Все программы перед началом летнего сезона проходят обязательную экспертизу. Разные направленности. Авиационная, робототехника, творческие, лингвистические. В этом году смены российского движения детей и молодежи. Смены по программе «Орлята России». По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в данный момент в регионе ремонтируют более 68 километров дорог. В порядок приведут 14 мостов и установят освещение вдоль дорог протяженностью 19 километров. Общий бюджет проекта 4,7 миллиарда рублей. В текущем году ведется ремонт, Алексеевич, как Вы уже отметили, 22 объектов дорог о региональном значении протяженностью 68 километров. На сегодняшний день к работам приступили на 20 объектах, завершены на 7, ведутся на 13. Общий процент технического выполнения составляет 65%. Кроме того, в рамках сложившейся экономии планируется выполнить работу еще на 4 объектах протяженностью около 7 километров. В выходные на территории региона состоится День молодежи. Праздничные мероприятия пройдут под эгидой Года семьи под слоганом «Объединяем Россию». Молодежь ждут в центральной части города. В этот день для всех жителей и гостей региона пройдут мастер-классы, танцевальные баттлы, конкурсы. Хедлайнер мероприятия – хип-хоп-исполнитель Антоха МС. 28 числа уже пройдет большая ярмарка вакансий в библиотеке имени Аксакова. На следующий день, 29 числа, насыщенная программа с 15.00 до 22.00 будут проходить разные мастер-классы, образовательные программы, спортивные состязания. И 30 числа у нас на Московском шоссе будет проходить традиционный уже дрифт-шоу всеми полюбившимся, поэтому всех тоже приглашаем на это мероприятие. В завершение штаба Алексей Русских поздравил спортсмена Константина Киреева. Ульяновец получил приглашение на Олимпийские игры, которые пройдут в августе в Париже. Он пробежит 42 километра марафона среди любителей.